Всем привет! Я Александр Россини, русскоязычный гид Австралии, снова с вами на YouTube-канале компании Пятый Континент. И мы продолжаем с вами путешествие по историческим просторам Австралии. Сегодняшняя тема отличается от предыдущих. Впервые при закачивании ролика мне придется поставить ограничение 18+. С чем это связано? Если вы помните, в прошлом ролике я рассказал вам историю Джона Бэтмена, основателя города Мельбурна, и Джона Фокнера, второго основателя. И рассказал о том, что в 1839 году Джон Бэтмен умер от венерической болезни. И на его земле, где находился его домик, земля была продана снова с аукциона, был построен один из первых пабов отелей города Мельбурна. Специально для вас я нашел вот этот рисуночек. Вот перед вами река Яра Ривы, причал, где высадился Джон Бэтмен в 1835 году, а вот и его домик. А где-то здесь должен находиться, соответственно, домик Джона Фокнера. Так вот, именно здесь, на этом месте, на этой земле, в отеле, который был построен на земле Джона Бэтмена, в 1908 году поселилась самая сексуальная, самая эротическая жительница города Мельбурна и Австралии, о которой сегодня и пойдет мой рассказ. Но не будем забегать вперед. Начнем, пожалуй, с самого начала. В 1875 году известный французский художник Жюльен Лафебре написал картину Хлоя. Название в честь древнегреческой богини, а может просто он назвал так картину, потому что имя Хлоя было тогда очень популярно в Европе. Картина была написана с 19-летней натурщицы. Молодая 19-летняя француженка Мария стала работать натурщицей, чтобы заработать какие-то деньги для проживания для себя и для своей сестры. Сам Лафебре тогда уже был именитым, очень модным художником. И богатые светские дамочки стояли в очереди, чтобы попасть к этому художнику. Он славился тем, что прекрасно рисовал обнаженные женские тела. И делал это, надо признать, мастерски. Но когда Лафебре увидел Марию, он сразу понял, что лучше натурщицы ему не найти. Да и сама Мария безумно была влюблена в Лафебре и позировала ему настолько откровенно, что когда в 1875 году картина вышла в свет, она превзошла все пародии откровенности в то время. Уже после сразу выхода картина получает золотую медаль, первую из трех, которая получила за короткое время на одной из самых престижных французских выставок. Но судьба самой девушки, Мария, к сожалению, сложилась трагически. Никто не знает точно, какие отношения были у Марии и Лафебре. Некоторые утверждают, что у них были интимные отношения, а чуть позже Лафебре перекинулся на ее сестру. Сам ученик Лафебре говорил, что с первого момента Лафебре пренебрег любовью Марии и видел в ней только натурщицу. Тем не менее, когда через два года после выхода картины художник женится на сестре Марии, девушка не в силах перенести этого удара. На одной из частных вечеринок она уединилась на кухне, сварила ядовитые спички и выпила целую кружку этой страшной жидкости. Друзья девушки, почувствовав что-то неладное, пришли на кухню. Но сделать было уже что-то поздно. Мария лежала без сознания на полу и спасти ее не удалось. В возрасте 21 года Мария умирает, а сама картина начинает свое удивительное путешествие по миру. Уже в 1879 году картина становится гвоздем программы, изюминкой программы на престижной международной Сиднейской выставке и получает вторую свою золотую медаль. А буквально через год, в 1880 году, картина получает третью золотую медаль на международной выставке в городе Мельбурне, которая проходила в Королевском выставочном зале. Забегая немножко вперед, хочу сказать, что Королевский выставочный зал Royal Exhibition Center получил свое название Королевский не так давно. Лишь всего лишь в 1984 году. Это название этому зданию присвоила королева Елизавета. Информация, о которой вы пока еще нигде не найдете ничего. Она дала название этому зданию для того, чтобы спасти это здание от австралийцев. Здание Королевского выставочного зала хотели разрушить. Именно поэтому в 2004 году здание Королевского выставочного зала было взято под охрану ЮНЕСКО. Кстати, это было первое здание, которое было взято под охрану ЮНЕСКО в Австралии. Оперный театр был взят под охрану ЮНЕСКО лишь только в 2007 году. Историю оперного театра и Королевского выставочного зала я обязательно расскажу вам в одном из своих следующих выпусков, потому что действительно интересная история, о которой вряд ли вы где-то что-то узнаете. Ну а пока возвращаюсь к Хлое, к картине. Во время выставки картину заприметил известный тогда врач-хирург Томас Фиджеральд, у которого был домик и бизнес на улице Лонгсдейл. Это была центральная улица города, кстати, по сегодняшний день она также является центральной. Так вот, Томас Фиджеральд покупает эту картину за 850 дней. Деньги немалые по тому времени. Но он был не только врачом и хирургом, но еще был хорошим знатоком живописи, искусством. И сразу понял, что картина дорогого стоит, и ее цена на самом деле гораздо выше. Когда Томас отправляется в очередную международную поездку, в 1883 году он приносит картину в нашу галерею искусств Виктории, которая находится по сегодняшний день на Сан-Килде-Роуд. «Пусть все жители города Мельбурна, — сказал Томас, — увидят это произведение искусства и полюбуются Хлои». Но жители города Мельбурна не оценили картину по достоинству. Специалисты-знатоки оценили. Аполитанские настроенные жители города Мельбурна начали клеймить картину, писать гневные письма. Как такое безобразие можно было выставить на всеобщее всмотрение? Газета «Агус» была просто завалена письмами. Вот я сделал фотографию одного из выпусков этой газеты. Вы видите возмущенных женщин, которые смотрят на картину Хлоя, возмущаются и пишут свои гневные письма. Правда, справедливости ради, должен заметить, что были и другие письма, которые, наоборот, защищали Хлою. Три недели шла эта борьба. Мельбурнское начальство, чтобы как-то от всего этого уйти в сторону, не выдержало и отправляет картину в Аделаиду. Теперь Аделаида начинает громить картину. Правда, не так резко, как жители города Мельбурна. Она провисела там какое-то время, и когда Феджеральд вернулся с международной поездки, картину вернули назад хозяина. Феджеральд пожал плечами, говорят, сумасшедшие. Мне нравится, сам буду любоваться. И вешает картину на первом этаже своего бизнеса. Поскольку его бизнес находился на центральной улице города Лонгсдейл, проходящие пешеход, прохожие, через окно видели картину. И опять началось возмущение. Опять пошел поток писем, требующим, чтобы Феджеральд убрал это безобразие. Потому что нельзя было просто проходить детьми по этой улице. Достали, сказал Феджеральд и повесил картину на втором этаже. Теперь у Феджеральда начались проблемы с собственной женой. Друзья и знакомые отказались приходить к ним в гости, чтобы не видеть это безобразие. Жена поставила вопрос. Или я, или картина. Ну, помните, как у Простоквашина. Феджеральд говорит, ну, я тебя выбираю. Картину я только купил, а с тобой всю жизнь живу. И картина попадает в запасник. И лишь только в 1908 году картину покупают хозяева отеля Янки Джексон, которые еще тогда на выставке заметили, оценили эту картину. Причем покупают просто по смешной цене. Всего лишь за 800 фунтов стерлингов. Картину вешают на второй этаж отеля. И вот тут начинается самое интересное. Молодые люди, которые приходят в паб и видят Хлою, влюбляются в нее без памяти. Неудивительно. Для большинства из них это был первый взгляд на обнаженное женское тело. Везде, куда они приходят, они говорят и думают только о Марии. Она прекрасна. Она замечательна. Она божественна. Рассказывают они своим друзьям. Вы должны ее увидеть. И город Мейльбурн. Пап Янки Джексон становится местом паломничества, куда приезжают тысячи молодых людей. Бизнес идет очень успешно. И все это благодаря Хлое. В 1915 году, когда люди, молодые солдаты, уходили на фронт, они ушли на фронт не из своих домов, не от матерей, не от невест и не от жены. Они пришли в этот паб, поднялись на второй этаж, попрощались с возлюбленной Хлоей и ушли на войну. Многие из них никогда больше не вернулись. С фронта пришло огромное количество писем, тысячи писем, где молодые люди признаются в любви к Хлое, пишут о том, как им тяжело, и что, скорее всего, они никогда не увидят ее прекрасное белое обнаженное тело. И когда война закончилась, молодые люди пришли не домой, а не к своим невестам. Они пришли в паб Янг и Джексон. Поднялись на второй этаж, подошли к картине и сказали, «Здравствуй, Хлоя, мы вернулись. Мы уцелели». История картины продолжается. В годы Второй мировой войны ей также писали письма. Ходят слухи, что целая группа американцев настолько были влюблены в Кахлою, что даже планировали на полном серьезе похитить картину. Но один, опять-таки, из американцев в 1943 году, находясь в состоянии какого-то любовного опьянения, запустил в картину бутылку из-под пива. Он хотел угостить пивом. Красавица. Картина пострадала. И благодаря тому, что на какое-то время ее убрали, ее нужно было восстановить, она избежала этого похищения. После войны картина несколько раз принимала участие в благотворительных акциях, когда нужно было собрать деньги для возвращения мертвых солдатов, тел солдат, или для каких-то других благотворительных дел. В конце 20 века картина принимает участие в нескольких международных выставках и всегда возвращается с победой. Хозяева Лувра не один раз предлагали хозяинам Лианки Джексон продать картину. Она достойна стать третьей достопримечательностью Лувра, как говорили они. Даже Венера Милонская и Джоконда, Мона Лиза, не имеют такой удивительной истории. Но каждый раз они получали один и тот же ответ. Не пап Янки Джексон создал картину Хлоя, а картина Хлоя создала этот пап и его историю. И до тех пор, пока пап Янки Джексон будет находиться в историческом месте, в месте первого земельного акциона Джона Бэтмена. До этих пор картина Хлоя будет висеть там же, где она висит с 1908 года. Сегодня принято уже официальное решение правительства Мельбурна, Австралия, что картина Хлоя и пап Янки Джексона навсегда обязаны быть вместе. Сегодня она вышла за пределы коммерции. Сегодня она стала иконой. Иконой Мельбурна, иконой Австралии. На ней воспитывают подрастающее поколение. Поэтому, несмотря на то, что я поставлю 18+, вам решать, рассказать эту удивительную историю своим детям или нет. Знаете, несколько лет назад у меня была одна семья, и в ней было два сына. По-моему, 14 и 16 лет. Так вот, чуть позже я получил благодарное письмо от этой семьи, отзыв, которым они благодарят за все путешествие. Мы объехали всю Австралию. Но особенно за историю Хлои, за историю Марии. Они говорят, история, написали, что история Марии так потрясла и заинтересовала наших сыновей, которые вообще ничем, по-моему, больше не интересовались, что когда мы вернулись назад в Россию, они захотели узнать о Марии что-то большее. Ну, теперь самое время, наверное, показать вам Хлою. К сожалению, сделать это невозможно, потому что компания Google, считая картину достаточно откровенной, запретила показывать, что называется, во всей красе. Но, тем не менее, хочу вам показать вот место, второй этаж, паб Янга Джексона, где находится картина. вот здесь, на втором этаже, а также рассказать о том, что когда первый раз я пришел в этот паб, походил по первому этажу, не нашел картины, подошел к одному из людей, который пил там пиво, и спросил, слушай, а, ты не знаешь, где здесь знаменитая картина Хлоя? Он поднял на меня затуманенные глаза и сказал, мужик, ты что-то путаешь. Картины вот там, за мостом. И показал на галерее Виктории. А здесь, говорят, люди пиво пьют. И, поверь, не самое плохое. В какой-то момент действительно подумал, что я сошел с ума и перешел не в то место. Но, когда обратился к одному из официантов, говорю, а где здесь картина Хлоя знаменитая? Он провел меня на второй этаж и сказал, вот она, наша Хлоя. Если вы живете в городе Мельбурне или просто когда-то побываете в этом городе, вы обязательно придите в паб Янг и Джексона. И даже если там стоит табличка, что вход запрещен, а это, к сожалению, очень часто там бывает, как правило, в дневное время, скажите, что вы пришли в гости к Хлое. И вас обязательно пропустит наверх. Более того, у вас будет с Хлоей, что называется, индивидуальное свидание. Знаете, еще где-то несколько лет назад была другая интересная история. Когда я приехал на винную ферму, здесь, недалеко от Мерва, я Равалэй, и вдруг на стене увидел репродукцию. Репродукцию, которая сразу понял, что вот она, Хлоя. Я подошел к этой репродукции, это была не картина, там, видите, как бы обрезанная, без рамки. И начал внимательно рассматривать. Хозяин винной фермы, он же был тоже немолодой человек, подошел ко мне, увидел мой интерес, и начал рассказывать историю. Ну, я уж не стал ничего ему говорить, что я русский гид. И внимательно его слушал. Говорит, это, говорит, картина, она по сегодняшний день в Мельбурне. В нее был влюблен мой папа и все его друзья. И ты не поверишь, несмотря на то, что мой папа и мама любили очень друга и прожили много лет вместе, моя мама всегда ревновала папу к этой картине и засмеялся так в австралийске, непринужденно. Это была, конечно, для меня удивительная история, когда книжная история, которую я много лет рассказываю своим клиентам, вдруг вот так столкнулся с ней в жизни. Ну, и чтобы закончить свое удивительное повествование об этой удивительной девушке, Марии Хлои, как правило, как обычно, хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, а почему? Какая причина все-таки заставила жителей города Мельбурна так отрицательно отнестись к этой картине? Ну, много же было обнаженных женщин в то время картины. Но именно Хлою так ненавидели пуритански настроенные жители Австралии. Почему? Ответ на этот вопрос, как и на другие все вопросы, вы, как всегда, сможете найти на сайте компании Пятый Континент. Ну, и напоследок несколько слов о том, что вас ждет в следующем ролике. В следующем ролике я расскажу вам историю, которую уж вы точно никогда нигде не прочитаете. Историю своего личного путешествия к первым жителям Австралии Пятого Континента к Аборигену. На самом деле это грустная история. Это история, которая объяснит вам, как получилось, что самая древняя человеческая нация на Земле, самое древнее искусство, самая древняя медицина, самая древняя наука и огромные знания, которые владели эти люди, были уничтожены на Пятом Континенте. Вот об этом я буду рассказывать вам в следующем выпуске. Ну а пока прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами был русскоязычный гид Австралии Александр Россини. Спасибо, что вы были со мной на этом канале. Редактор субтитров Корректор А.